Москва, аспирант лаборатории дидактики иностранных языков Института содержания и методов обучения Российской Академии Образования, апробатор УМК EnjoyEnglish и модератор профессионального форума для учителей английского языка EnglishTeachers.ru. Сегодня мы поговорим о том, как достигать метапредметных результатов обучения средствами чтения на английском языке, и, конечно же, рассмотрим примеры из УМК EnjoyEnglish. Готовясь к вебинару, я решила начать не с обзора нормативных документов стандарта, а с мониторинга педагогических формов. Вопрос метапредметных результатов обсуждается обширно. По нему проводятся мастер-классы, идут различные обсуждения. Я выбрала несколько мнений педагогов на проблему поиска средств достижения метапредметных результатов. Давайте мы их рассмотрим. Итак, первое мнение. Я думаю, что для эффективного достижения метапредметных результатов учитель должен подбирать сам или с помощью учеников такие задания, которые ориентируют на формирование не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. Это творческие задания или вопросы. С данным мнением нельзя не согласиться. Оно довольно универсально. Педагогу следует сознательно подходить к подбору заданий, если он хочет достигнуть метапредметных результатов обучения. Одно. Ситуацию до того, чтобы полностью пересматривать учебники и выискивать необходимые упражнения. Будь то творческие задания или вопросы, как написал свое мнение педагог. Второе мнение. Именно метапредметные результаты будут являться мостами, связывающими все предметы, помогающими преодолеть горы знаний. Утверждение весьма верное. Так как недостаточное развитие метапредметных умений значительно затормаживает обучение. Особенно в свете Федерального государственного образовательного стандарта, который ставит целью научить учащихся учиться. Метапредметные умения пригодятся для всех предметов, а соответственно для многих ситуаций, с которыми учащиеся сталкиваются. Третье мнение. Современному школьнику необходимо не только дать знания, но и научить их получать, а также научить думать, чувствовать, способствовать воспитанию и развитию инициативной творческой личности. А если говорить о достижениях, то проектная деятельность, охватывающая разные предметы, очень приемлема и актуальна. Третье мнение немного дублирует второе, на первый взгляд. Но я его привела для того, чтобы показать, насколько ограничивают круг средств достижения метапредметных результатов педагоги. Особенно те, кто еще не до конца разобрался, что это такое, с чем его едят. Продолжим. Четвертое мнение. Это работа с текстом в начальной школе – одно из средств достижения метапредметных результатов в формировании коммуникативных универсальных учебных действий. Неурочная деятельность также является средством достижения метапредметных результатов, так как ученик сам выбирает ее, исходя из интересов. Здесь хочется отметить, что не только в начальной школе. Важно также развивать метапредметные умения на своих уроках, когда учащиеся, младшие подростки, терапевтируют в учебе в общем и к иностранному языку в частности. Важно поддерживать интерес, увлекать, развивать. И я абсолютно согласна со вторым предложением этого высказывания. Оно затрагивает проблему индивидуальной образовательной траектории, что тоже очень важно в условиях нового федерального государственного образовательного стандарта. Последнее мнение таково. Все эти результаты получаются при воспитании готового научного работника, причем к концу аспирантуры. Да и не у всех. Я с детьми занимаюсь исследовательской деятельностью и на опыте знаю, что развить этот комплекс навыков возможно только у единиц. Мое мнение – требования метапредметные, нежизненные для современной школы. К сожалению, отчасти я вынуждена согласиться. Некоторые метапредметные результаты действительно кажутся невыполнимыми, сложными для учащихся. Хотя, учитывая личностно-ориентированный подход, разноуровневое обучение, которое мы применяем на своих уроках, Каждому ученику нужно пытаться подобрать ключик. Это своеобразные метапредметные умения для нас, педагогов. Вот такие они, разнообразные мнения учителей. И обобщив их, мы можем видеть, что проблема поиска средств для достижения метапредметных результатов все еще очень актуальна. Пора отступить от мнений и перейти к документам. Что же такое метапредметные результаты, что в них входит? Перед вами схематичное изображение определения. Метапредметные результаты освоения обучающимся основной образовательной программы основного общего образования включают в себя Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия – регулятивные, познавательные, коммуникативные. Способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. Такое определение дает нам Федеральный государственный образовательный стандарт. В состав метапредметных умений входят универсальные учебные действия. А что же входит в УУД? Согласно концепции фундаментального ядра содержания общего образования, к ним относятся личностные универсальные учебные действия, коммуникативные действия, ориентировочные действия и конкретные способы преобразования учебного материала. Так нам указывает фундаментальное ядро содержания общего образования. Выделяют четыре группы универсальных учебных действий – это личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Какие же умения развиваются в каждой из этих групп? Личностные универсальные учебные действия включают в себя… …самоопределение, нравственную ориентацию. Регулятивные включают в себя планирование, прогнозирование, целеполагание, контроль, самоконтроль, коррекцию, оценку. Познавательные включают в себя общеучебные и универсальные действия, логические операции, постановку и решение проблемы. Коммуникативные – это умение слушать партнера, кооперироваться, сотрудничать. Более того, при этом стоит разделять два умения – это умение кооперации и умение коммуникации в группе коммуникативных универсальных учебных действий. Умение кооперации – то есть уметь строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми в парах и группах. А умение коммуникации – это работа с информацией, выражение своих мыслей в устной и письменной форме, слушание и чтение с пониманием. Давайте теперь посмотрим на конкретные формулировки метапредметных результатов, прописанных в ГОС, и определим, как они могут достигаться средствами чтения на английском языке. Итак, первый метапредметный результат – это умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Как же здесь работает чтение? Чем оно выступает? Чтение в данном случае будет выступать как источник новых знаний и умений. Мы читаем, чтобы открыть для себя что-то новое, мы извлекаем информацию, мы оказываемся в учебной, в познавательной деятельности, мы, соответственно, развиваем мотивы, развиваем интересы своей деятельности, мы пытаемся найти что-то интересное в каких-либо источниках. Мы читаем. Второй метапредметный результат – это умение. Планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Чтение здесь выступает источником информации. Используется оно, соответственно, для выполнения проектных и исследовательских работ, для выполнения каких-либо творческих заданий. Например, очень часто в учебниках они встречаются, и, соответственно, учащимся приходится пользоваться дополнительной литературой, средствами сети интернет, что очень полезно, так как везде они все равно сталкиваются с каким-либо текстом, то есть они читают. Следующий метапредметный результат – это умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Чтение. Это выполнение заданий по тексту согласно поставленной целевой установке и инструкциям к заданиям. То есть каждое задание, которое указано к тому или иному тексту, относит нас конкретно к этому метапредметному результату. Мы соотносим то, что нам нужно сделать, с тем, что мы можем сделать и чего мы достигнем. Мы знаем, чего мы должны достигнуть, соответственно, мы можем контролировать эту свою деятельность. Следующий результат – это умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Сюда, конечно же, относятся заполнение таблиц, анкет, информация из прочитанного текста, либо не только из прочитанного текста, но и информация, которая была проанализирована на основе прочитанного текста, и, возможно, был привнесен какой-либо жизненный. Соответственно, на этой базе заполняются определенные анкеты, таблицы и так далее. То, что дается у нас в учебниках. Это составление схем, диаграмм. Следующий метапредметный результат – это, конечно же, владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Чтение здесь играет большую роль. Мы умеем сравнивать выполненное самостоятельно или в группе задания с правильным ответом, то есть ключом, и, соответственно, проводить рефлексию на основе того, выявили мы какие-либо ошибки или нет, правильно ли выполнено задание или нет. И, соответственно, в следующий раз, когда учащиеся сталкиваются с такой проблемой, они уже знают, как ее решить. Следующий метапредметный результат – это умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать определенные выводы. Чтение в полном объеме способствует развитию данных логических операций мышления, то есть обобщения, классификации, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование. А что же такое логические операции мышления? Это такие умственные действия с понятиями, в результате которых из обобщенных знаний, представленных в соответствующих понятиях, получают новые знания, причем истинные. А абстрагирование, в свою очередь, это логическая операция, в результате которой выделяется и рассматривается какое-либо частное свойство одного или нескольких объектов, причем такое свойство, которое в действительности как отдельное и независимое соответствующих объектов само по себе не существует. Все эти операции логические мы очень часто встречаем не только на уроках английского языка, но и в жизни. Обобщение, классификация, анализ, синтез, сравнение – это то, с чем мы, можно сказать, живем. Соответственно, на базе чтения, на уроках английского языка это развивается в полной мере, и мы это скоро увидим на примерах из учебников. Далее, метапредметный результат – смысловое чтение. Думаю, что такой важный результат, как смысловое чтение в контексте чтения, как средство его достижения, можно не комментировать. Здесь важность ясна и понятна. То есть, конечно же, это чтение с пониманием основного содержания, то есть то, что нам понадобится в жизни всегда, нам нужно что-то прочитать и излечь из этого определенный смысл. Следующий результат – это умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Конечно же, это выполнение заданий после текста, направленных на обсуждение какой-либо проблемы, обозначенной в прочитанном материале. Последний и очень распространенный метапредметный результат – это формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ-компетенций. То есть, выполнение поиска информации в сети интернет, использование компьютера для решения определенных учебных задач, то есть, те же самые слайд-презентации, которые учащиеся выполняют нам очень часто по результатам какой-либо пройденной темы или выполнения проекта, здесь без компьютера… …век новых информационных технологий. Зачастую, вместе с вопросом, как достигнуть метапредметных результатов, возникает и вопрос, как их оценить. Я приготовила особенности оценки метапредметных результатов, они представлены на слайде. Эта оценка представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, программы формирования УД, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса, то есть учебных предметов. А что же выступает, в свою очередь, объектом данных? Объект оценки метапредметных результатов — это способность и готовность к освоению систематических знаний и к самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, способность к сотрудничеству и коммуникации, способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику, способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития, способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут послужить результаты выполнения проверочных работ, как правило, тематических, по всем предметам. Данная информация взята из примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Внизу я дала сноску на год издания и странички. Если кому-то это интересно, то это можно подробнее изучить там. Давайте же обратимся к примерам из ОМК. Первый пример – это рабочая тетрадь Enjoy English для 6 класса. Я сделала несколько разворотов, чтобы было понятно всем, даже кто не работает по данной рабочей тетради. Текст из рубрики Reading for Pleasure о добром дельфине. Текст разделен на несколько частей. И как перед, так и после прочтения текста приводятся некоторые задания. Учащиеся просят, например, в упражнении втором посмотреть на картинки и найти в тексте предложения, описывающие данные картинки. Это, безусловно, метапредметное умение. Оно нам пригодится не только на уроке иностранного языка, хотя, конечно же, оно направлено не только на развитие метапредметных умений, но и предметных, ну и, конечно же, личностных. Упражнение 4. Расставьте предложение в правильном порядке. Здесь умение систематизации материала, умение классифицировать его по определенной схеме. То есть учащиеся по прочитанному тексту могут расставить предложение в правильном порядке. Упражнение 7. Считаете ли вы, окончание истории будет счастливым или нет? Здесь замечательное, на мой взгляд, умение прогнозирования. Такой результат прописан в федеральном... ...стандарте и очень важен, конечно же. После текста есть упражнение, в котором учащихся просят расставить картинки в верной последовательности согласно прочитанному тексту. Упражнение очень занимательное. У учащихся оно проходит на ура. С удовольствием мы читаем текст про доброго дельфина. Узнаем все-таки, закончилась ли история так, как учащиеся продумали конец этой истории. Конечно же, учащиеся добрые, конец не всегда хороший, позитивный. На что конкретно направлено данное упражнение? Это, конечно же, развитие логики, в первую очередь, и построение логической цепочки. То есть учащиеся отсматривают эти картинки, и они уже заранее знают, что будет, зачем, и, соответственно, выполняют задание на ура и правильно. Это тоже рабочая тетрадь, Enjoy English 6. Упражнение 5 на страничке 4. Очень интересное упражнение. Учащиеся читают письмо. К слову говоря, учебники содержат очень много писем. Учащиеся уже в 5-6 классах очень хорошо знакомы с такой формой изложения информации, как письмо. Они знают, как его писать, они знают, где указывается адрес, какой последовательности пишется адрес, вплоть до запятых, как закончить письмо, нужно ли ставить точку после имени к концу или не нужно. Они знают о всяких тонкостях. В данном упражнении учащиеся читают письмо и заполняют форму. Форму для вступления в Международный клуб исследователей. Мы ее видим на странице. Это своеобразная membership form. Учащиеся заполняют ее информацией из текста. То есть они... Это очень полезное упражнение. Ими нужно пользоваться, на мой взгляд. Обращать внимание учащихся на само письмо, на оформление, на карточку, которую они заполняют. Потому что все это действительно метапредметно. Это пригодится в жизни, не только на уроке иностранного языка. Следующий пример. Это тоже рабочая тетрадь к шестому классу. Enjoy English. Упражнение 33, страница 16. Занимательное упражнение, в котором учащимся нужно включить умение классификации. Им нужно прочитать данные слова и выражения и классифицировать их по четырем окошкам. То есть по... ...праздников. Более того, учащиеся снова заполняют определенную форму. Они вписывают что-то к сознаниям дела. То есть это опять метапредметное умение. Еще один пример на развитие умения прогнозирования. Это рабочая тетрадь номер 1 к Enjoy English 5. Новая редакция. Упражнение 10. Скажите, что произойдет дальше? Уйдут ли вороны из Тауэра? Это уже конец текста о воронах. Также это рубрика Reading for Pleasure. Учащиеся читали текст и работали с ним. Я не стала брать все упражнения к нему. Они, многие, немножечко совпадают с теми, что я показывала по 6 классу. Учащиеся отвечают, что они не прогнозируют, как же они думают, уйдут ли вороны из Тауэра или нет. Многие, конечно же, думают, что уйдут. Далее, это рабочая тетрадь к учебнику Enjoy English 5. Это проектная работа. Конечно же, она идет на базе чтения в виде поиска и извлечения информации, потому что существенная часть метапредметных результатов достигается через проектную деятельность. Более того, как мы увидели заранее до этого на слайдах, в оценке метапредметных результатов большую роль играет проектная деятельность. Учащиеся черпают информацию не только из своего опыта, но и из книг, из интернет-источников. Я стараюсь учить своих учащихся работать с информацией, а не просто ее копировать и приносить ее в непереработанном виде. Соответственно, выполняя такие проекты, Сразу у учащихся появляется это умение, они уже умеют работать с литературой, они умеют выбирать, так как очень логично продуманы все проекты в учебниках Enjoy English. В приведенном примере учащихся просят поставить сценку, они ее разрабатывают пошагово, то есть шаг от шага. Они выбирают, о чем они будут говорить, где будет происходить действие, кто будет в этом действии участвовать, что будет происходить, почему это будет происходить. Они делят роль, они выбирают, кто будет постановщиком, кто будет играть какую роль, кто будет писать сам сценарий. Они договариваются о сценарии, о том, что будет происходить. Все это оформляется, и в конце они act out эту историю, которую они сами создали. Естественно, они не только на базе того, что они уже знают, но и могут воспользоваться какой-то определенной информацией из других книг, из интернета, из художественной литературы, конечно же. Аналогии на такие важные, на мой взгляд, метапредметные результаты. Это учебник для 7 класса, Джинглиш 7. Учащимся предлагаются три текста, и по заданию они должны найти, что же в текстах общего, что их объединяет. То есть, читая три текста, они ищут какие-то, создавляют аналогии и ищут что общего. Следующий пример – это ознакомительное чтение, подбор заголовка. Пример из учебника для 9 класса. По заданию учащимся нужно быстро прочитать текст, то есть его просмотреть, так сказать, скрининговое чтение. Дать этому тексту заголовок. На мой взгляд, это очень важно, особенно в 9 классе, когда у учащихся к ГИА еще не у всех сформировано умение подобрать правильно заголовок. Здесь такие упражнения, и они встречаются в каждом учебнике и в каждом юните, когда учащиеся должны уже по заданию просмотреть это именно быстро, не вчитывать, не переводя каждое слово, и озаглавить. Это, безусловно, тоже метапредметный результат. Более того, я говорила о письмах до этого, но не только письма, и, конечно же, рассказы приводятся в учебнике. В учебнике приводятся и тексты в виде, например, объявлений, как в примере, который сейчас на слайде вы видите, упражнение 25. Это учебник для 9 класса, Enjoy English 9. Учащимся предлагается прочитать объявления и сказать, какое из объявлений их привлекает. То есть чтение используется даже в таком формате. Следующий пример – это страничка из учебника для 5 класса. Учащиеся читают текст о гайд-парке, о всех парках в Лондоне и отвечают на вопросы. Они обсуждают этот текст и составляют подписи к картинкам. С одной стороны, упражнения довольно стандартные. Как же можно построить работу с ними, чтобы сделать небольшой упор на достижение метапредметных результатов? Можно попросить учащихся подчеркивать ответы в тексте карандашом и ставить рядом с подчеркнутым ответом на вопрос цифру данного вопроса. То есть нашли ответ на вопрос, подчеркнули, поставили рядом цифру данного вопроса. Так как это все-таки 5 класс, они уже должны уметь перефразировать информацию, взятую из текста, попросить их перефразировать данное предложение, которое они нашли в тексте, чтобы оно подходило ответом на данный вопрос, чтобы оно лаконично звучало, чтобы оно было грамотным, грамматически верным. Можно и обязательно нужно, на мой взгляд, выполнить упражнение 119, в котором просят авторы найти информацию о Питере Пенне, а для этого воспользоваться лингвистическим справочником. То есть они обязательно должны посмотреть в этот культурный гид и найти информацию о том, кто такой Питер Пенн. Действительно, немногие дети смотрели мультик или читали, и не все знают. Соответственно, такое умение, как использовать справочник, очень важно. Но учащиеся ищут информацию, они знают, как ее найти. И в дальнейшем, если встречается какое-то либо понятие, которого они не знают в силу возраста, или, может быть, они что-то просто упустили, они не знают, где ее найти, как с этим поступить. Такое упражнение, как сочинить подписи к картинкам. Это, безусловно, очень полезное задание, потому что учащиеся, опять же, пользуются текстом, они извлекают из него определенную информацию, они основываются на нем, и лаконично, перефразируя, конечно же, какие-то понятия из текста, предложения, они делают подписи. То есть они пишут, я, например, своих учащихся прошу не просто писать, что это уголок ораторов, но еще описать, что там делают люди на картинке, да, то есть что такое люди слушают оратора, в уголке ораторов, к примеру, да, что это не просто татуя Питера Пэна в таком-то парке. То есть учащихся, это вызывает уже спокойствие о том, что им нужно подписать картинки, они это делают уже просто. Для них это простое действие, подписать картинки. И, конечно же, очень важно попросить их сравнить. Здесь есть сравнение, сравнить свои парки, например, парки в Москве и парки в Лондоне. Что общего, что, наоборот, разное, что они больше, где им больше понравится, что им самим нравится, например, в парках города Москвы. Давайте посмотрим следующий пример. Это учебник для восьмого класса, упражнение 34. В чем разница? Учащиеся сравнивают и анализируют. Они ищут, в чем разница, и подписывают это в пункт C. Соответственно, тоже данное упражнение можно выполнять с карандашом по тексту и подписывать себе, помечать, где то, что относится к A, где то, что относится к B, где то, что относится к C. Важно выполнять упражнения, такие как упражнение 38, где учащимся данные заголовки, они их читают и классифицируют данные заголовки по определенным признакам. Почему это важно? Потому что развивается метапредметное умение классификации, во-первых. Потому что учащиеся столкнутся с таким интересным фактом, что в заголовках очень часто упускаются, например, какие-то мелкие словечки, и не всегда очень понятно, что они имеют другой грамматический строй. То есть это очень интересно учащимся, это развивает и мотивацию. Следующий пример в упражнении 90, это пример тоже из учебника для 8 класса, учащимся предлагается собрать в айти на части текста. Данный текст разбит на 4 части, их нужно как-то перемиксовать и собрать в определенной логической последовательности. Что самое интересное, это то, что учащимся заранее предлагается сделать не один вариант. То есть возможно более чем одно решение данного упражнения. На мой взгляд, это очень важно, потому что учащиеся имеют возможность в развитии своей личностной индивидуальной траектории обучения. То есть каждый выполняет что-то в своем темпе, в своем виде. Кто-то сделает один вариант, кто-то два, кто-то три. И последний пример, это учебник для 6 класса, упражнение 92. Учащимся предлагается соотнести картинки с текстами. То есть упражнение на мэтчинг. Это соотнесение, это такое же метапредметное умение, как и анализ и классификация. То есть это логическая операция. То есть вот такие примеры использования чтения на английском языке мы встречаем в учебниках. Их много, нужно только привыкнуть к тому, что наравне с предметными и личностными формируются не менее важные метапредметные умения. И тогда на каждое задание найдется свой метапредметный смысл. А чтение на иностранном языке, в свою очередь, тогда станет для учеников еще более привлекательным видом деятельности. На этом у меня все. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Вижу, идет обсуждение, на какой бумаге напечатан учебник. К сожалению, это немножко не по теме. Филатова Надежда Степановна пишет. Спасибо, немного по-другому буду организовывать работу по чтению. Спасибо за практические советы. Пишет, что хотелось бы побольше странамической информации, особенно в 7-8 классах. Возможно, хотя, на мой взгляд, астрономическая информация во всех учебниках дается примерно в одинаковой пропорции. Сафронова, быстро чат идет. Ольга Юрьевна пишет, что... Не могу прочитать, что пишет быстро. Быстро летит чат. Пишет, что очень новая информация для меня. Не полностью понимала, в чем суть метапредметных связей. Вы все доступно объяснили. Очень приятно, что получилось доступно. В 5-м классе, увы, текстов не хватает. Пишет. Смотря по какому учебнику вы работаете. Я работаю по учебнику новому, по переработанному. Полностью, так сказать, новому учебнику для 5-го класса. Я по нему веду апробацию. Пишу онлайн-дневник. Уже второй год. И второй год я не вижу такой проблемы, чтобы текстов было мало. На мой взгляд, их в достаточном они даны количестве. И чтение такой же важный. Спасибо, много полезной информации. Вам спасибо. Метапредметные связи очень полезны, пишут. Спрашивают ли, размещу ли презентацию. Да, я дам разрешение на размещение презентации. Да, вот пишет Татьяна Ефремова, что текстов много, и они очень хорошие в 5-х классах. Нужно ли переводить тексты дословно? Спрашивает Бочкарева Ирина. Нет, тексты дословно переводить не нужно, особенно если для этого не стоит такое задание перед текстом. Потому что если вы научите учащихся... ...полностью, то есть будете добиваться от них понимания каждого слова, вы придете к тому, что в 9-м классе учащиеся будут с трудом выполнять упражнения на чтение, особенно те, что даются в формате ГИА. Администрация школы при проведении промежуточной аттестации учащихся требует задания на метапредметные умения, но ни в одном из пособий не прописаны критерии оценки. Что делать? Я уже сегодня говорила об оценке. О критериях оценки также можно прочитать в примерной образовательной программе образовательного учреждения, когда примерная презентация будет доступна для скачивания. Я думаю, в ближайшие дни. Как, на Ваш взгляд, можно добиться этого всего со всеми учениками или ориентироваться на самых сильных? Я считаю, что ориентироваться только на сильных нельзя, потому что группы у нас у всех смешанные. Я думаю, мало кто работает в спецшколах, или в спецклассах, где учащиеся сдавали определенный экзамен для того, чтобы попасть в ту или иную группу. То есть, как правило, это гимназические, конечно же, классы. Метапредметные же умения стоит развивать так, чтобы каждому ребенку находилось какое-то задание посильное ему, потому что вы прекрасно знаете, что если не давать ребенку ситуации успеха, не формировать у него эту ситуацию, то мотивация к обучению гаснет. Соответственно, если вы будете создавать такую ситуацию, то вы будете делать разноуровневые задания, вы будете просить, выбирать, может быть, в учебнике, что вы будете делать с какими-то определенными учащимися в... ...которых вы выделяете как сильных, что вы дадите им еще какое-то дополнительное задание, и что вы будете в ту же очередь вести на уроке для всех, то есть для всех учащихся. Reading for pleasure. Они читают дома или на уроке. Вы знаете, здесь, скорее всего, от того, как построит работу тот или иной учитель. Я строю работу так, чтобы она у меня плавно текла. Reading for pleasure рассчитаны не на один урок. Невозможно прочитать все эти тексты и выполнить все эти упражнения добросовестно на одном уроке. Поэтому учащиеся начинают у меня такое чтение дома. Они приходят из дома с впечатлениями от первых прочитанных частей. Когда-то я сдаю им только части 1, когда-то 2 части, в зависимости от того, сколько у них есть уроков. Учащиеся читают эти тексты, приходят ко мне уже с впечатлениями, они делятся эмоциями. Очень популярен, конечно же, текст о воронах в Тауэре, в 5-м классе. Учащиеся с огромным интересом его читают. Некоторые рассказывают о том, как сами были в Лондоне, их видели, или родственники ездили в Лондон, они видели фотографии. То есть здесь огромная отдача идет от самих детей. То есть вы уже дальше знаете, как построить урок. Вы будете делать постепенно упражнения к прочитанному. Вы будете что-то обсуждать. У вас обязательно появятся дополнительные вопросы. То есть всегда будет чем заняться. Соответственно, какую-то часть вы можете успеть прочитать, допустим, на уроке, если класс очень сильный. И задать некоторые задания на дом. Или просмотреть следующую часть дома. И так далее. То есть у вас будет строиться урок от урока. Вы успеваете выполнять все задания в учебнике. По-моему, очень большой объем. Правильно, объем большой. Потому что учебники базируются на принципе избыточности материала. То есть для нас, педагогов, это огромный плюс. Вы можете использовать то количество материала, которое вы с данным конкретным классом успеваете. Очень часто на форуме такие, я читаю мнения, и всегда у меня на них ответ один. Вы не можете даже из года в год использоваться одними и теми же планами уроков. Вы будете их каждый раз переделывать под каждый определенный класс. Соответственно, точно так же и с заданиями. С каким-то классом вы выполните одно количество упражнений. С другим классом другое количество упражнений. Дело не в том, сколько их вы выполните. Дело в том, насколько качественно и сколько учащиеся унесут с того или иного урока. Пятый класс много текстов. Общение чтения актуально сегодня. Верно. Спасибо. Работаю в четвертом классе по Enjoy English. Очень доступные задания. Особенно любят выставлять себе баллы в тестах. Да, тесты на самопроверку, они идут и дальше, и в пятом, и в шестом классе. Пятиклассники тоже очень любят мои апробационные пятиклассники выставлять себе сами оценки. Они сравнивают себя с ответом. Заданий по грамматике очень мало. Приходится мной подбирать материал. Не соглашусь, потому что использую всегда еще рабочую тетрадь. Если к тому или иному учебнику есть рабочий тетрадь номер два, то всегда задействую ее. Соответственно, у учащихся есть возможность отработать данный грамматический материал. Какое универсальное учебное действие следует больше развивать при чтении? Здесь проблема в том, что метапредметных действий... Их огромное количество. И во время урока вы должны стараться делать хоть немножко, но по каждому. То есть всегда найдутся на уроке задания, в которых нужно что-то проанализировать. Или, наоборот, сделать синтез какой-то информации. Будь то урок проекта или просто урок, где у вас какой-то определенный набор упражнений. Соответственно, они будут все развиваться в какой-то практически равной мере. То есть нельзя выделить, что какое-то следует больше, а какое-то следует меньше. Вот Минаева Светлана пишет, согласна, ни разу еще не работала дважды по одним планам. Да, действительно. Кто-то просит переводить дома, а в классе обязательно спрашивает лексику по тексту и грамматику. Возможно, такой подход тоже очень действенный. Особенно очень хорошо то, что вы на уроке не тратите время на перевод. В журнал за определенные умения или общую? Ставлю в журнал, конечно же, общую, кроме, отходя из тех уроков, которые были направлены только, соответственно, на развитие умений в чтении, в письме или в говорении. Тогда идет пометка, за что это. Ужасно нудный раздел в девятом классе конфликта, мои дети вообще не хотят его обсуждать. У меня сейчас два девятых класса, они абсолютно разные. Дети абсолютно разные, разная наполняемость в классах. Один класс стандартная группа, 12 человек, а вот второй, он не делится в связи с тем, что их недостаточное количество для того, чтобы поделить. И отношение к теме конфликта в учебнике, мы сейчас как раз его заканчиваем. У нас уже прогресс-чек. Абсолютно у всех очень своеобразное, очень хорошее. Это для них самое то. То есть подростки и... ...обсуждается на ура. Что у того класса, где у меня очень много детей, где он не делится, что там, где только часть группы. Педагог, который работает во второй половине группы, также говорил, что у нее с большим удовольствием дети строят дебаты на тему конфликтов. Очень радостно принимают участие, когда они составляют диалоги или даже полиологии, особенно когда один играет роль родителя, другой ученика. То есть здесь у каждого есть своя ситуация, у ребенка, когда они приносят это из дома. У них что-то было интересное дома, что-то произошло дома. Где-то они поссорились с родителями, где-то еще что-то случилось. И этот раздел, наоборот, очень здорово подкрепляет это все. Где можно купить книгу для учителя 5-6 класс, новая редакция. Можно купить в интернет-магазине издательства или в любом другом... Идет обсуждение проблемы лексики, как я вижу. Согласна с Ольгой Ивановной Потеминой, что тема, интересна тема или нет, зависит от класса, а не от учебника и от учителя. Конечно же. В 4-м классе Enjoy English начали пересказывать тексты, не рано ли. В прошлом году у меня был 4-й класс. Не припомню так, чтобы были с этим какие-либо проблемы, в связи с тем, что не так много пересказов, текстов встречается. Более того, конкретно задание «Перескажи» не направлено на это. Не ко всем классам есть рабочий третий номер 2. Да, пока не ко всем. Как формировать универсальные учебные действия в классе, где 20 человек? Посоветуйте. Фактически, формирование универсальных учебных действий – это целое своеобразный спектакль. То есть вы формируете и коммуникативные, и познавательные, и регулятивные. Банально, это своеобразный обычный урок, в котором вы можете найти часть всех этих УД в том или ином объеме. Каких-то, возможно, будет чуть больше, каких-то будет чуть меньше, в зависимости от того, на что был направлен урок. То есть, если это обычный урок, на нем вы для себя выбрали какой-то перечень упражнений, которые вы будете выполнять. Есть задания на чтение, задания на говорение. Из чтения вы изучаете что-то интересное, новое. Вот вам познавательные. Для коммуникативных обязательно всегда, что после чтения, что просто для, так сказать, затравки. Есть какие-то упражнения для обсуждения. Соответственно, коммуникативные и универсальные учебные действия развиваются. Регулятивные замечательно развиваются, если просить учащихся контролировать, например, свое речевое поведение. То есть, в парах работа, когда один учащийся с другим общается, например, один в роли экзаменатора, второй в роли ученика. То есть, учащиеся всегда рады регулировать, например, проконтролировать действия друг к дружке. Соответственно, на одном уроке можно уже как минимум три группы универсальных учебных действий соединить. По поводу перечня, завтра будет специальный онлайн-включение, такой вебинар, посвященный конкретно только данной проблеме. Так что завтра в 11 часов вы будете иметь возможность пообщаться посредством чата с Алексеем Васильевичем и с Кларой Саковной. Что можете предложить для углубленного изучения чтения? Здесь вопрос задан так, что немножко непонятно, что имеется в виду углубленное изучение чтения. Может быть, это класс, в котором больше часов на форуме задавался такой вопрос как-то раз. Можно предложить еще использовать дополнительные пособия ReadUp, которые вышли уже в свет. Из них брать дополнительные упражнения, в том числе все практически задания этой книги. Они направлены на формирование учащихся универсальных учебных действий. Вопросы по поводу сертификата. В чате будет дана ссылка. Какие проекты вы с ребятами реализовывали, опираясь на чтение текстов темы? На чтение текстов опираясь все проекты по, например, учебнику для 5 класса по Enjoy English. Более того, один проект мы показывали в виде открытого урока на округ. К нам приходили, так сказать, незнакомые педагоги нам, и мы справились с огромным успехом. О том, как я это все делала, что у нас туда входило, я описывала в анонимнике. Вы можете прочитать это там. Проект, посвященный New Year Celebration. Пишут, что очень хорошие тексты в учебнике для 6 класса. Да, согласна. Они очень насыщенные и страноведческие, и просто познавательные информации. В чате выложена ссылка для скачивания сертификата. Нашествие решебников. Мы это уже обсуждали на прошлых вебинарах. Пишут, что против единого учебника. Мы такие разные, да, мы действительно разные. У каждого свой какой-то подход. Да, по поводу того, что я ответил мне на все вопросы, чат очень быстро идет, очень много вопросов в комментариях, поэтому очень сложно отследить все. Я обязательно отправлю, скопирую себе чат. Отвечу на поставленные мне вопросы на форуме. Так что вопросы не останутся без ответа. Мне очень приятно, что их очень много и что очень интересно. Перевод на русский вообще не нужен, даже если затрудняются выполнять задания по чтению. Работать нужно только исключительно по заданиям к текстам, спрашивает Недосенко Елена. Нет. Я говорю о том, что нет такого задания, как прочитать и перевести вслух. То есть такого задания нет. Есть задания, как просмотрите текст и, например, найдите главную мысль. Или найдите в тексте информацию, запомните таблицы. Учащиеся должны уметь работать с этой информацией. Естественно, они должны уметь извлекать из текста какие-то слова, какую-то лексику. Но, как правило, например, в учебе «Enjoy English» это замечательная рубрика «Look and learn», которая снимает все вопросы по поводу новой лексики. Ее не нужно самому выбирать из текста. На ту лексику, что мы знаем, накладывается каждый раз какой-то небольшой процент новой лексики. Учащиеся ее сами уже видят, она до них выделена заранее, перед глазами, в рубрике «Look and learn». Мои учащиеся всегда знают, что я их в начале года каждый год прошу обращать внимание на эту рубрику и заучивать эти слова. Поэтому, подходя к, например, «Test yourself» или к «Progress check», не возникает моментов, что учащиеся не знают перевод каких-либо слов, какой-либо лексики. То есть то, что они должны были пройти, они усвоили, они прошли, с этим проблем у нас никогда нет. Не найти ваш онлайн-дневник. На форуме в разделе «Онлайн-дневники учителей». Раздел «Федеральные учебники Enjoy English». Главное увидеть, что ребенок владеет информацией из текста. Естественно. Онлайн-дневник еще раз говорю, можно прочитать на форуме «English teachers». В разделе учебника «Enjoy English» под форум «Онлайн-дневники учителей-аппробаторов». Лексику проверять словарными диктантами? Не только. Потому что не только, конечно же, задается учащимся на заучивание это лексика, что дается в рубрике «Look and learn». Иногда встречаются грамматические правила. Ближе к концу третьей четверти мы проходили «Present perfect». Соответственно, учащиеся сами по правилу спрашивали, а вот нужно ли им запомнить слова спутники. Они в себе заранее как-то выделяли, выписывали. Они у меня на это научены. К концу года, поэтому все пришли готовы на тест, все все знали. «Present perfect» для них не было никакой проблемой. Ссылка на мой онлайн-дневник появилась в чате. Можете пройти, посмотреть. Пишут, что у некоторых уже 12 часов ночи, завтра 7 уроков. Да, конечно же, спокойной ночи, до свидания. Большое спасибо. Вам большое спасибо за внимание. Вопросы своих в чат вы еще некоторое время можете задавать. Я чат обязательно скопирую себе и на все вопросы отвечу на форуме. Также вы можете ко мне обращаться на форуме посредством вопросов в мой онлайн-дневник или же в тем вопросы авторам, касаемо учебников Enjoy English. Я всегда с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.